У нас сегодня очередной сход граждан, мы его проводим каждый год. Кто у нас сегодня присутствует? Депутат Совета Муниципального образования Туапсинский район Могулян Григорий Григорьевич. Председатель Совета Качьян Владимир Николаевич, начальник пожарной части номер 6 Барбашов Евгений Анатольевич, генеральный директор Туапсе Гургаза Иванов Виктор Сергеевич, представитель Туапсе Гургаза Шабунин Сергей Сергеевич, многие знают, представитель Туапсе Теплоэнерго Воробьев Владимир Викторович, директор МУБ благоустройства французов Родион Захарович, директор муниципального предприятия «Водоканал» Глушко Владимир Сергеевич, сотрудники нашей районной больницы, представители управляющих компаний и депутаты Совета Новомихайловского городского поселения. Хочу напомнить, что если будут какие-то замечания, пока мы еще можем внести корректировки. Это у нас план. Что-то уже объявлено на выполнение работы, что-то еще может корректироваться. То есть понятно, что каждый из здесь присутствующих может встать и смело назвать 10 мест, куда, скажем, администрация должна вложить деньги. Но это невозможно. Поэтому мы, безусловно, будем смотреть на то, что вы предложите. Ну и постараемся выполнить, но охватить весь спектр невозможно. Это я сразу говорю, мы это признаем, потому что бюджет у нас ограничен на выполнение работ. Приходится, к сожалению, выбирать. Значит, по текущему ямочному ремонту у нас сейчас стоит улица Совхозная, Парковая, Ленина, Садовая, Морская, Колхозная, Переулок Почтовый и Переулок Школьный. По асфальтированию. Микрорайон 2, дом 11. Улица Геологическая от улицы Колхозной. Переулок Октябрьский от улицы Садовой до Котельной. И улица Зеленая. По бетонированию. Улица Горняков, Переулок Школьный до микрорайона Интернационального. Отъездная дорога от улицы Юности до жилого домен номер 3. Переулок Первомайский. По тротуарам. По плану улица Садовая от моста до улицы Солнечной. Остров улица Зеленая до улицы Кавказск в ремонте. Переулок Почтовый от федеральной дороги до дома номер 11. Улица Строителей. От контейнерной площадки до тротуара реки. Остров улица Лесная. Это тротуар и ремонт. По ливневкам. Ливневая канализация. Микроем 2, дом 8-13. Там большая проблема в этом кусте. Поэтому мы ее планируем решать. Улица Юности. От входа, грубо говоря, от Ленина до дома культуры. Улица Мостовая у федерального моста. Улица Ленина. Тротуар, магазин Карандаш до улицы Строителей будем делать. Перекресток улицы Ленина до улицы Строителей. И улица Садовая, Ореховый ручей. По благоустройству. Формирование детских площадок. Мира 92, Юности 2. Благоустройство детской площадки площадь Аленушка. Там будем реконструировать замены элементов. И часть, ну, в ремонте и бетонирование будет. Ну, достаточно большой объем. Благоустройство детской площадки по улице Мостовой, 12А. Наболевший тоже вопрос. В части капитального ремонта сети водоснабжения. Переулок Мостовой, Цветочный, Садовая, Солнечная. И по улице Совхозной. Будет ремонт водопроводной сети. То есть здесь тоже будут определенные неудобства для жителей. Понятно, что чтобы поменять трубу, ее нужно раскопать и провести ее замену. Потом восстановить дорожное покрытие. Ремонт канализации и водоотведения. Микроем 2, дом 8, 13. Значит, восстановление охлораторной на очистных сооружениях поселка Новомихайловский. Это основные предварительные перечень. Часть из него уже пошла в работу. Но вот сходу могу сказать, например, дом... В первую очередь сейчас идет микроем 2, дом 11. Ямочный ремонт. Ну, ближайшие. Соответственно, думаю, что все эти работы должны быть выполнены к ноябрю месяцу. После ноября месяца мы будем уже закрывать работу. То есть примерно план такой. То есть если есть какие-то пожелания, в любой форме, в устной, в письменной, будем отдельно рассматривать. Какие есть вопросы? Значит, в отчетном докладе господин Орлов упомянул, что мусорки привели в порядок. Действительно, заасфальтировали, баки новые, это хорошо. Но, простите, пожалуйста, дополнительно к этому нужно было резиновые сапоги и лодки. К мусоркам не подойти. Во втором микрорайоне и вот там, где девятый дом. И потом, в 2013 году обещали контейнера, которые должны быть закрыты для утилизации лампочек, термометров и батареек. Простите, пожалуйста, это решение было принято в 2013 году. Я сама присутствовала на этом совещании, где присутствовали еще господин Русин. Вы были заместителем господина Орлов. Вы тоже были в курсе. Так вот, с 2013 года 6 лет решается вопрос. Эти лампочки сыпятся в мусор там, где ходят наши дети, где мы сами дышим этим всем. Здравствуйте, меня зовут Марина Никитченко. Я новый житель поселка Новомихайловский. У меня есть парочка пожеланий. Я уже сейчас живу где-то полтора года здесь. Мы купили участок, построили дом. Построили дом на Кубанское, это около реки. И к нам приезжает очень много, у нас внуков много. Ездят на велосипедах около реки. Вы знаете, там бетонированная дорожка. И с нашей стороны, со стороны Кубанской, нету поручней. Чтобы как идете на пляж, там хорошо все сделано. Очень большая просьба. Если это возможно, конечно, сделать вот эти поручни. Очень страшно. Мы переживаем за детей. Много все равно сейчас катаются. Они не только на велосипедах, но и на скейтах. Сами знаете. Второе пожелание, конечно. Вот смотрю я. Вроде маленький поселок. Здесь вот у нас не Джубка, а рядом Лермонтово. У них уже строится второй аквапарк. Почему у нас его нету? Касательно аквапарка, действительно. Но здесь вопрос больше строится, такие объекты строятся частными инвесторами. То есть администрация не может, допустим, взять и построить аквапарк. Либо дельфинарии, либо подобные объекты. Для того, чтобы такие объекты построить, нужны большие земельные участки. Но на самом деле поселок в этом плане привлекательный. Возможно, что у нас что-то и появится на самом деле. То есть тот аквапарк, который у нас был брошен, мы его не снести не можем. По той причине, что там судебный процесс идет. Несколько раз пытались вывести землю, допустим. Что просто завалить все эти конструкции и отдать, допустим. Но пока это технически не получается. Не все от нас зависит здесь. По поручням будем включать программу. Скажите, скамейки поубирали, которые до моря идут. Почему поубирали? Для старушек скамейки были, их поубирали. Да, мы поубирали для того, чтобы расширить проходную часть. При этом были поставлены беседки. Они неудобные и они не до конца идут. Ну, если нужно где-то поставить скамейку, они у нас собраны на зимний период. Они у нас в наличии, мы их выставляем к лету. Хорошо, мы учтем пожелания поставить. Ну, наверное, не на всю длину набережной. Там, где есть... Я считаю, что беседки на самом деле позволяют отдыхать. А там, где их не хватает, мы поставим скамейку. Фадеева Ирина Анатольевна, улица Геологическая. Вы сказали, что будет улица Геологическая от колхозной, покрытая асфальтом, да? А что это значит? Сколько там метров? Потому что наша улица Геологическая просто безобразна. Смотрите, когда я готовился к совещанию, я не брал сметы с собой, потому что это достаточно большой объем. Я брал выжимки только, да? То есть вот есть такой-то объект. Где это можно посмотреть? Я думаю, что вы зайдете к нам. Хорошо. Мы вам расскажем метраж, ширину и слой. Ну, просто она у нас совершенно не асфальтирована. Поэтому вот хотелось бы знать по метражу. Мы жители 84-го дома по улице Мира. У нас дом разваливается. С одной стороны загородили пятерочкой, с другой стороны гаражи построили. Дом рушится капитально, крыши протекают. Пятый этаж плачут, постанавливают уже ведра, так крыша течет. Дорога у нас, подъезды к дому, чтобы зайти в подъезд, у нас ямы там по колено. Кто должен вот это делать у нас? Я думаю, что вам неоднократно объясняли, кто должен выполнять капитальный ремонт в многоквартирном доме. В случае приватизации 100% квартир в этом доме. По-моему, мы с вами беседовали на эту тему, и вы знаете ответ. Просто вы уже повторяетесь, и даже, по-моему, в письменной форме получали. Кто должен в подъездах засыпать ямы? Там уже по колено ямы. Все, что касается многоквартирном доме, выполняет собственник жилья. Я в дом, квартиру вас не приглашаю. Если дом стоит на кадастре, и у вас есть придомовая территория оформленная, значит, это делаете вы. Если эта территория не оформлена, то это делает администрация. Так я имею в виду прямо у подъезда. Кто должен ямы засыпать? В самом подъезде выполняют собственники жилья, используя ТСЖ или любую форму управления. А за что я плачу тогда 706 рублей за месяц? За что, интересно? Вы кому платите 760 рублей за месяц? Доверию. Есть представитель доверия здесь? Будьте добры, своевременно подавайте заявки. У нас есть круглосуточная диспетчерская служба. Не обязательно к нам приходить. Все заявки фиксируются. Хорошо. А кто тогда вот это за домом? Сразу вот подъездка? Придомовая территория у вас не оформлена. Соответственно, орган муниципального самоуправления. Значит, администрация должна выполнять? Да. Да, да, да. Так, если можно, я отвечу на... Очень много записок поступило. Когда будет освещение дорожка Ростовская-Кубанская? Ну, значит, планируем в этом году. То есть освещение вдоль дорожки, вдоль речки. Ну, здесь потому что еще вторым вопросом идет ограждение по речке. Я так понимаю, что и освещение... Ну, это один вопрос. То есть освещение планируем в этом году по... Потому что мы планировали это сделать. По ограждению... Ну, постараемся в этом году. Но если не успеем, то на следующий год на начало. Потому что, возможно, ну, это достаточно дорогостоящие работы. Так, касательно... Ну, где-то вопрос был касательно животных. Вопрос сложный. Вопрос, он в чем сложный? Значит, объясню. Места, куда их вывозить, нет. Вообще в Туапсинском районе, насколько я понимаю. Это касательно коров, лошадей и так далее. Все сводится к поиску собственника, его штрафу на этого собственника. Штраф там относительно небольшой. Поэтому, ну, их ищут, выгоняют, они приходят. И, к сожалению, пока переломить эту ситуацию не получается. Эти собственники уже засыпаны, на самом деле, штрафами. Ну, если нужно подтверждение, вот эти работы, что с ними работают, ну, это очень легко вам покажу. Касательно собак, значит, у нас изменилось законодательство. Теперь решается вопрос создания питомника в Туапсинском районе. Но это вопрос долгой перспективы. Поэтому, к сожалению, будем отстреливать. Я считаю, что любые другие варианты... Ну, значит, в этом году уже приезжали машины, собак отстреливали. Как бы это печально ни звучало. Фотографии, хотите, если у кого-то есть желание посмотреть, есть печальные фотографии, потому что они отчитываются определенным образом перед нами. Касательно стерилизации, очень спорный вопрос, потому что стерилизованная собака кусается ничем не меньше, представляет угрозу для ребенка, чем не стерилизованная. Потому что, ну, это мое личное мнение, как я высказываю, здесь многие, может быть, против или за. Но кавказскую овчарку, гуляющую по территории, ее хоть как... Зубы у нее не удаляются при этом. Как была опасная, так и остается. И стая собак. Ну, неважно, будут они сбиваться в стае или не будут. Собак с ошейниками, естественно, никто не отстреливает. Именно без хозяйных, которые... Здесь уже ответственность наша с вами. Вот насчет вот этих ошейников, вот, между прочим, вы захлопали, когда сказали, что угребают. Ну, вот такое же огромное количество людей поступают в жалобы, чтобы их не уничтожать. И вот эти люди, которые против, они сознательно ходят и одевают ошейники бездомных собак. А мы не можем... Вот фирма, с которой, к сожалению, кое-как сумели заключить договор, она не стреляет, ну, не уцепляет этих собак. И поэтому, получается, фирма приезжает, он говорит с ошейником, хоть подходи и срезай этот ошейник. Вот вы, если видите таких людей, кто одевает ошейник, то сигнализируете, говорите, вы же... Телефоны наши все знаете, они же в открытом доступе. Ответ на вопрос касательно разворотной площадки по маршруту 15-му дорогу Орлят. Пока невозможно. Требования не выполняются. Требования разворота автобуса без применения заднего хода. Выезжали специалисты, смотрели, пока нет возможности. Газопровод «Мира». Здесь присутствует Виктор Сергеевич Иванов, руководитель Горгаза. Я думаю, он ответит на вопрос введения газопровода по улице «Мира» в эксплуатацию. Мы подписали у Ростехнадзора и планируем со следующей недели его уже ставить под газ. Это где-то будет в вторник, среда. Желательно, если у кого уже готовое оборудование к приему газа есть, допустим, чтобы у нас было для настройки шкафного оборудования всего, чтобы мы уже как бы сориентировали на конечного потребителя. Дальше газопровод «Молодежная и юности». Это мы планируем где-то до конца марта его как бы сделать и сдать его до 15 апреля. И у нас остается третий газопровод. Это колхозное соединение совхозное через мосты. Это мы планируем сделать до 15 мая. Вот от дома номер 22 до 40А, там где-то метров 200, темень страшная. Там уже лет 5-6. А темень, потому что нет светильников или потому что лампочки? Нет, там вообще были столбы. Потом их потихонечку начали машинами бить, 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 и они вообще завалились. Это еще Царство Небесное Саша Петрюк делал, устанавливал. А потом эти столбы все поваляли и все. До какого дома? До 40А. Где-то дом 24, от 24 до колхозной 40А. Я думаю, что восстановим. Да, и еще один вопрос. Еще вопрос. Ну это так, вопрос. Какая участь ждет наш автовокзал, автостанцию вернее? Здесь вот я отвечу на этот вопрос. Потому что это не автовокзал, не автостанция, а автостоянка, извините меня. Значит, вот на данный момент ничего не меняется. Рассматривается вопрос переноса автовокзала в район муниципального предприятия. Это единственное место, которое в случае, опять же, если собственники имущества пойдут нам навстречу. То есть, это, ну, занимаются, в принципе, те же люди, которые занимаются автовокзалом Джубги. Поэтому они опытные и сейчас пытаются создать проект, который позволит заходу туда, межгорода. Касательно остановок. Значит, наши предложения, я уже говорил, направлены на комиссию по БДД и доведены до собственника. Ждем ответа от них. А примерно куда будет переносить хотя автостанцию? Автовокзал? Ну, или автовокзал. Она считается автостанцией, автовокзал Джубги. Значит, во-первых, все, что сейчас существует, никуда не пропадает. То есть, если там, допустим, ну, будет статус, ну, например, я пока не могу точно сказать, ну, например, будет автокасса там, да? Ну, есть разные статусы объекта. И к ним разные требования. То есть, вот сейчас вот решается, как это, что же все-таки будет. То есть, например, войдет ли в эти объемы автовокзал? Потому что автовокзал требует, допустим, мест отдыха экипажей. Дальнего автобуса, дальнего следования. Вот они приходили и говорят, вот мы пока не можем решить вот такой вопрос. Потом вот, ну, и другие выходят. Пока, касательно остановок, например, по федеральной трассе, я уже говорил, мы сделали запросы, ждем ответы. Все-таки федеральная трасса, она вне наших полномочий, чтобы, ну, я думаю, все это понимают. И мы работаем, ну, это не от нас зависит. Мы обращаемся, мы слышим и вас и сами пользуемся. Но не мы этот вопрос, как бы, можем сказать да или нет. Стараемся, добиваемся, но здесь немножко не от нас зависит. А вы вообще подходили к самой автокассе? Вы видели, в каком состоянии там расписание автобусов или вообще что-то там? Что-нибудь понятно? После того, что вы сказали, обязательно обратим внимание. Это в течение года такое я обращалась уже в том году насчет этого. Вы знаете, я здесь живу, ну, 20 лет, я видел, в каком состоянии автокасса. И, честно говоря, по-моему... Не, ну, за год можно вывеску поменять? Вывеска, она не соответствует по сути или она вытвела или не соответствует расписанию? В чем? Какие-то бумажечки налеплены, это вообще позор какой-то. Сделаем замещание, услышали вас. У меня такой вопрос. Нам поставили детскую площадку между 8-м и 13-м домом. На этой площадке у нас играли дети в футбол. На данный момент получается, что малыши у нас есть где играть, а те дети, которые школьники, им нечем заняться будет летом. Да, там уже что-то поломали. И у меня такая просьба... Может быть, школьники все-таки пройдут на стадион, на котором расположена и паркур-площадка, и разные элементы, которые позволяют заниматься. Мы не можем, вы должны понимать, мы не можем в каждом дворе построить футбольное поле. Хотя бы нельзя ли поставить тренажеры, например, вот где Аленушка, вы говорите, что там будет ремонт, там какие-то тренажеры для такого подрастающего поколения. Я имею в виду лет 12, 13, 15, вот такого возраста. Они же у нас есть турники, вот один турник и все там. Вот смотрите, вот давайте будем объективными. Где у вас там играли в футбол? Когда я туда пришел, к вам, вы мне лично... Да подождите, дайте ответить. Вы мне лично сказали, что эта территория у вас затоплена, все время в воде стоит. Эти две площадки, которые мы засыпали, подняли, облагородили, поставили оборудование. Дальше я вам сказал, что оборудование дополнительно будем еще приобретать и ставить в течение года. И что мы закончим эту площадку? Обещали ограждение сделать? Сделали? Сделали. Зеленку. Сказали, как только солнце встанет, зеленку постелим. Зеленка уже приобретена на всю вашу площадку, на 260 квадратных метров. И тоже ее постелим. Зеленое покрытие на траву, как и обещали. Песочницу, лавочки, все поставили. Ну не может администрация вот сразу взять, достать, если бы они лежали у Андрея Валерьевича, эти тренажерные, оборудование тренажерное, и он вам просто не хотел его ставить. Это другой вопрос. Его нету. А то, что касаемо игры в футбол, ну никто там никогда в футбол не играл. Играли. Играли дети летом. Сейчас зима, каникул. И это самое. Зимой, естественно, не играют. Давайте в футбол играть на стадионе, который для этого предназначен. Еще есть вопросы? Обещали к девятому дому лавочки сделать, потому что уже столько пенсионеров в доме. И еще один вопрос по поводу отопления. Ну почему так дорого мы платим за отопление, потому что подключили к природному газу? Люди всю жизнь ждали, что природный газ, и они будут платить мало, а получается в два раза дороже, чем с мазутом. У вас прибор учета на доме стоит? Да. Ну, соответственно, показания прибора учета перемножаются на тот тариф, который утвержден в государственном праве. И даже перемножается, больше берут. Тогда это вопрос, нужно разбираться, если больше. Если вопрос больше, почему больше? Вот надо разобраться. Тарифы, ну, утверждает рекорс Нарского края. Ну, очень много. Исходя из характеристик той организации, которая есть. Там ситуация в следующем. Вот все, вот первый дом в частности, у них возникли вопросы по тарифу и по увеличению их неоплаты. Люди пришли, написали заявление. Мы, к сожалению, сами инициировать это не можем. Вы приходите, пишите заявление. Мы делаем официальный запрос в «Газпромтеплоэнерго». Они с вас берут деньги. Не берет организация, которая называется администрация Новомихайловского городского поселения. Мы делаем официальный запрос. Они делают нам разъяснение. Мы вам можем в устной, в письменной, в какой хотите форме, донести, почему по каждому конкретному дому была произведена эта оплата. Что касаемо лавочек и так называемых малых архитектурных форм, урн. Вот у вас есть же в вашем доме или там рядом какой-то председатель, там, Тосовец или еще кто-то. Мы всех их собирали, собрали со всех заявки. Я сейчас не буду врать, есть там девятый дом или нет. Сейчас сформирована одна общая заявка по всему поселению, включая и Новомихайловскую территорию, и Ольгинку эту. И мы сейчас делаем один большой контракт на приобретение лавочек, урн, и будем мы их расставлять по всей территории. В основном возле многоквартирных домов, учитывая то, о чем вы сказали. Процедуру эту начали, вы видели, уже возле второго дома. Площадки начали бетонировать. Там будут на этих площадках стоять лавочки. Не те убогие, которые были на пеньках стояли, а нормальные лавочки. Еще есть вопросы? Здесь, ну, на самом деле, вопросов очень много. Еще, ну, я передам эти вопросы секретарю. Я прошу, кто не проставил номера телефонов, чтобы можно было дать ответ, подойти и поставить, ну, соответственно, номера телефонов, чтобы был, ну, полноценный ответ был, в конце концов. Можно я задам вопрос? Я живу в втором микро-районе, дом 3. У нас и нам есть ливневый водосток. Между первым и третьим сделали. Очень большое спасибо. Перестало громыхать. А еще можно сделать сток, который идет к девятому дому. Он тоже там оторвался или что-то, ему просто заварить надо, чтобы он тоже не громыхал. Я писала на сайт, мне ответили, очень быстро сделали. Переезд через ливневку, да? Да, переезд через ливневку. Сделаем. Спасибо. Спасибо большое за нашу встречу. Если у кого-то, ну, ответить, к сожалению, на все вопросы, ну, в рамках нашей встречи невозможно. Я прошу не стесняться приходить в администрацию. Официально каждый вторник прием граждан. Если что-то прям горячее, ну, можно не записываться. До свидания. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!